Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. В агентстве по делам Государственной службы и противодействии коррупции прокомментировали факты появления несуществующих людей в очередях на получение земли. В Западно-Казахстанской области увеличилось количество коррупционеров. Об этом было заявлено в областном Акимате. Сегодня водители 22 маршрута вышли на линию. После конфликта с руководством автопарка были найдены пути решения проблемы. Министерство финансов вновь пытается централизовать государственные закупки. В очередной раз в парламент, а точнее в Сенат, были внесены поправки в существующее законодательство. Однако, как выяснилось, фонд Самрук Казана вновь будет работать по собственным правилам. То есть для закупок квазисектора будут разработаны отдельные правила, которые, в отличие от государственных закупок, будут более гибкими. Ответом на претензии о коррупции должен стать законопроект Минфина, направленный на регулирование именно этой сферы закупок. Но, как показало обсуждение проекта, у этой инициативы гораздо больше вопросов, чем ответов. Госзакупки – это всегда лакомый кусок. Особенно, если говорят о круглой сумме. Речь идет о триллионах тенге. Это деньги и на лекарства, и на дороги, и даже на ручки в кабинетах чиновников. Сфера всегда была самой скандальной. В коррупционных махинациях уличали и высокопоставленных чиновников, и мелких клерков. Несмотря на это, никто не собирается возвращать в орбиту закона о госзакупках регулирования закупок квазисектора. Похоже, мы войдем в Новый год с новым законом о госзакупках. Для фонда Самроказна, куда ходят все нацкомпании страны, правила будут утверждаться решением Совета директоров этого же фонда. Данное исключение обусловлено с предстоящим выведением компаний фонда на IPO. Дело в том, что, по мнению представителей фонда Самроказна и неких американских экспертов, чрезмерное госрегулирование может поставить под угрозу выведение крупнейших компаний фонда на IPO. Но, по мнению некоторых экономистов, на деньги, которые тратятся на таких консультантов, можно было построить не один завод. Источником коррупционных правонарушений всегда является сфера государственных закупок. И любое законодательное регулирование в основном направлено на то, чтобы оставить меньше лазеек для совершения вот этих правонарушений именно в этой сфере. Потому что там и государственные деньги, и большие средства. Однако, как обычно, мы всегда выводим из-под этого сита фонд Самроказна. Что это нам даст? Опять те же грабли? Международным экспертам изначально было нам рекомендовано в преддверии вывода на IPO утвердить их закупки отдельными правилами для того, чтобы успешно осуществлять приватизацию именно в рамках IPO. Вы делаете изъятие для квази-государственной кампании, как вы только что сказали, самого ХАЗна, из нашего законодательства, ссылаясь на мнение международных экспертов. Не сегодня, так завтра на эти вопросы придется отвечать. Закупки из одного источника – самый популярный вид госзакупок в Казахстане, который осуществляется по простой схеме. Создавая множество искусственных барьеров, организатор допускает к конкурсу только одну нужную ему кампанию. Из-за того, что эта кампания осталась в гордом одиночестве, тендер признается несостоявшимся, и закупки производятся из одного источника. Напомним, из общего объема госзакупок 3,2 триллиона тенге по итогам 2017 года 77%, а это свыше 2,5 триллиона тенге, были исполнены из одного источника. Как правило, этот источник представляет заявку с максимальной ценой. Боржанший Ахмед, Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. В агентстве по делам Государственной службы противодействия коррупции прокомментировали факты появления несуществующих людей в очередях на получение земли. Ранее в социальных сетях юрист Бахаджан Базарбек сообщал о том, что в различных регионах в очередях на получение 10 соток земли находятся вымышленные личности. В их числе были Курт Рассел, Вольфганг Моцарт и Сатай Батыр. Как в очереди на землю рядышком оказались Моцарт и Курт Рассел. Напомним информацию о том, что в списке очередников на получение заветных 10 соток по ДЖС оказались ныне покойные легендарные казахские батыры и звезды мирового масштаба стало известно несколько дней назад. На своей странице в Facebook юрист Бахаджан Базарбек в частности написал, что на официальном портале земельных ресурсов в списке очередников есть австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт, морской революционер времен Российской империи, лейтенант Шмидт и голливудская звезда Курт Рассел. По данным интернет-ресурса, они претендуют на 10 соток по ДЖС в селе Азад Ахкольского района. Как получилось, что фейки попали в очередь на землю? Где система обеспечения защиты информационной безопасности? Задается вопросами автор поста. Естественно, мы усматриваем в этом значительные коррупционные риски. Более того, семинары показали, что включение в список очередников таких лиц, зданий существующих, говорят о том, что есть лазейки, есть возможность продолжать это делать и в других регионах страны. Поэтому нами будет принято какое-то решение, чтобы эти возможности исключить. Скандальную информацию прокомментировали в Акимате Ахкольского района Ахмолинской области. Мертвые души в список очередников на 10 соток под ИЖС, по словам чиновников, вносились для удобства на период тестового режима. По данным чиновников, имена знаменитостей в очереди на землю под индивидуальное жилищное строительство фигурировали на сайте только в период тестового режима. На сегодня вместо мертвых душ в списке состоят реальные люди. Дело в том, что на тестовый период, чтобы было легче находить очередников, вносились вышеперечисленные легендарные фамилии. В последующем, вбивая их в поисковик, клерки видели, работает ли система или нет. Боуржан Шайхмед, Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. А в Западно-Казахстанской области увеличилось количество коррупционеров. Об этом было заявлено в областном Акимате. Там состоялось заседание региональной комиссии по противодействию коррупции. За два года в регионе было выявлено 98 фактов взяточничества, 31 факт хищения и мошенничества и 30 фактов злоупотребления должностными подномочиями. Руководитель Департамента национального бюро по противодействию коррупции Рустам Акмирзаев доложил, что за два года было окончено 171 уголовное дело, 68 человек были осуждены, из них 15 к лишению свободы и 37 к штрафам. Сумма ущерба составила 900 миллионов тенге, 600 из которых были возмещены. К ответственности привлечены 31 сотрудник органов внутренних дел и столько же работников местных исполнительных органов. Особый акцент в данный момент ставится на профилактику правонарушений. Основной идеей является снижение коррупционных рисков в работе госучреждений области путем их выявления и устранения самими органами при поддержке контролирующих органов. На встрече о мерах по борьбе с коррупцией рассказали руководители областных управлений. В облздраве сообщили, что дорогостоящую медицинскую технику в данный момент закупают по методу государственно-частного партнерства. Это предупреждает коррупционные проявления при государственных закупках. Приказом управления было руководителем НИНО обязательно внедрение экспертизы закупаемой медицинской техники, которая позволила в 2017 году нам сэкономить 90 миллионов, в 2018 году более свыше 60 миллионов и эти средства направить на дополнительный закуп медицинской техники. Также на комиссии выяснилось, что в числе антилидеров по коррупции находится Бурлинский район. Там зарегистрировано 30 различных правонарушений в этой сфере. Роман Копняев, Мирбулат Жигипаров, Александр Грабарев, ТДК-42. Сегодня водители 22 маршрута вышли на линию. После конфликта с руководством автопарка были найдены пути решения проблемы. На рабочее место вернулись несколько уволенных водителей. В городском Акимате заверили пассажиров, что они будут уделять повышенное внимание соблюдению всех правил перевозки пассажиров. Еще с утра пассажиры жаловались на отсутствие автобусов 22 маршрута. После инцидента, который произошел 19 декабря, транспорт начал работу ближе к 10 часам утра. Все это время водители вели переговоры с новым руководством автопарка. Мы уволили одного водителя по собственному желанию. Остальные водители приступили к работе. На предприятии созданы благоприятные условия труда. Мы предупредили водителей, что они обязаны выдавать билеты пассажирам, как взрослым, так и детям. В этом году на территории предприятия открылась автомойка, и транспорт необходимо мыть только там. В городском Акимате сообщили, что сейчас в Уральске на линию ежедневно уходит порядка 500 автобусов. 28 городских маршрутов обслуживают 6 компаний-перевозчиков. И к ним выдвигают особые требования. В этом году было закуплено 35 новых автобусов. На будущий год планируют приобрести еще 135. Огорчает в этой ситуации то, что в очередной раз пострадали пассажиры. Которые имеют массу претензий к работе городского общественного транспорта. И ситуацию не спасло даже недавнее повышение тарифа на проезд. Роман Копняев, Мирбулат Жигипаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Три сотрудницы ювенальной полиции отправятся за решетку. Причиной стал невыплаченный штраф. Об этом сообщили в Уральском городском суде. Альфиаха Бибулина, Багаджамал Ясиналиева и Осемна Азабекова были признаны виновными в вымогательстве взятки у предпринимательницы. В феврале этого года их приговорили к выплате штрафа в размере 17,5 миллионов тенге. Но эти деньги в госказну так и не поступили. Штраф был заменен на реальное наказание. Наказание в виде штрафа было заменено на лишение свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. В связи с тем, что постановление не вступило в законную силу, данные лица находятся в учреждении РУ-172, следственный изолятор. Уральские шестиклассники могут претендовать на обучение в Назарбаев интеллектуальной школе. Об этом сегодня сообщили на брифинге в региональной службе коммуникаций. Приемная комиссия будет работать до 19 января 2019 года. На брифинге было отмечено, что выпускники Назарбаев интеллектуальной школы имеют возможность поступить на второй курс в 10 вузов Казахстана. В образовательном процессе участвуют зарубежные педагоги, расширяя кругозор учеников. Отличительной особенностью уроков является постоянная связь знаний с реальной жизнью. Такие предметы, как история Казахстана, география, человек, общество, право ведутся на казахском языке. Всемирная история, информатика ведутся на русском языке. Английский язык и в старшей школе такие предметы, как экономика, новый предмет глобальной перспективы, проектная работа, а также профильные предметы углубленного уровня ведутся на английском языке. Одной из важных задач ниш является профессиональная ориентация. Выпускники учебного заведения успешно поступают в вузы по желаемой специальности. В 2017-2018 годах выпустилось 85 учеников. Из них 10 учащихся выбрали обучение в Назарбаев университете. 33 выпускника поступили в высшие учебные заведения США, Англии, Италии, Финляндии, Испании, Венгрии, Турции, Китая и России. 42 учащихся выбрали казахстанские вузы. В основном выпускники Назарбаев интеллектуальной школы выбирают инженерно-технические специальности, такие как компьютерные технологии, строительство, электроэнергетика, нефтегазовое дело и машиностроение. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске молодежи помогут найти работу. Об этом сообщили на брифинге в региональной службе коммуникации. В городе действует аналитический ресурсный центр по работе с молодежью, куда можно обратиться за консультативной помощью. Кроме этого, организация занимается проведением различных мероприятий с привлечением волонтеров. В настоящее время мы трудоустроили на постоянную работу около 20 молодых людей. Мы проконсультировали около 100 человек по разным направлениям. Из них 67 молодых людей получили индивидуальные теологические консультации. В нашем центре есть около 70 волонтеров. В рамках года молодежи от лица центра планируем реализацию мероприятий по трудоустройству молодых людей и развитию волонтерского движения. До Нового года остались считанные дни. Уральцы уже начали приобретать подарки своим друзьям, родным и близким. А вот что подарить любимый, чтобы подарок порадовал и был полезным? Если еще не решили, тогда отправляйтесь на выставку продажу шуб от российской фабрики «Союзмеха» и купите шубу с хорошими новогодними скидками. От такого подарка точно никто не откажется. Наверное, сложно найти женщину, которая не мечтает о шубе из натурального меха. Только единицы действительно равнодушно относятся к мехам. Трудно объяснить, с чем это связано и почему именно женщины так трепетно относятся к меху. Скорее всего, это связано с подсознательным желанием женщины к теплу. Поэтому, если женщине предложить подарок в виде шубы, она вряд ли откажется. На выставке продажи представлено более 5000 меховых изделий разных цветов и размеров. Представительницы прекрасного пола отдают предпочтение разным видам меха. Кому-то нравится норка, кому-то шуба из песца. Здесь вы найдете и то, и другое. Кроме этого, на выставке есть меховые изделия из мутона, лисы, каракуля, куницы и австралийской овчины. Я посетила несколько торговых точек в поисках шубы. Услышала, что здесь проходит ярмарка «Союзмеха». Пришла сюда и не пожалела об этом. Я нашла шубу, о которой так давно мечтала. Сегодня моя мечта сбылась. Современная обработка меха позволяет сделать мех значительно легче и при этом нисколько не потерять привлекательный внешний вид. Современные производители шуб могут сочетать несколько видов меха, что придает шубе экзотический вид. Но даже если женщине несложно определиться с выбором меха, из которого она желает иметь шубу, ей не помешает воспользоваться несколькими рекомендациями при выборе мехового изделия. Подсказать вам смогут опытные продавцы-консультанты. В этот раз мы привезли в Уральск большой ассортимент разного вида. Норки, мутона и песца разного размера. При покупке предусмотрена скидка до 50% и рассрочка до двух лет. На выставке продажи вы также найдете головные уборы из натурального меха и мужские модели шуб. Если вы еще не нашли свою шубу, сейчас самое подходящее время. Приобрести меховое изделие можно по адресу улицы Сырымодатова, 28,2, в торговом доме «Твой дом Квант». Остановка строитель на цокольном этаже с 10 утра до 7 вечера. Спешите, выставка завершится 25 декабря. С приближением Нового года каждый задумается о приобретении подарка для своих близких и себя. Поможет вам с выбором сеть магазинов электроники и бытовой техники «Мечта». К тому же «Мечта» запускает предновогоднюю распродажу. Для сети магазинов электроники и бытовой техники «Мечта» стала уже доброй традицией устраивать акции и распродажи по случаю праздников, чтобы каждый житель и гость города Уральск смог порадовать себя и своих близких выгодной покупкой. Новый год не стал исключением и «Мечта» запускает с 21 декабря предновогоднюю распродажу. Уважаемые жители и гости города, совсем скоро наступит волшебная новогодняя пора и самое время задуматься о подарках своим близким. Отличным решением будет встретить Новый год с обновленной техникой. Поэтому с 21 декабря в магазинах «Мечта» стартует предновогодняя распродажа. Поспешите приобрести бытовую технику и электронику по небывалым выгодным условиям. Приходите, мы будем рады вас видеть. В век информационных технологий невозможно представить свою обыденную жизнь без электроники и бытовой техники. Поэтому лучший подарок для себя и своих близких вы сможете подобрать в сети магазинов «Мечта». В огромном ассортименте товаров вам помогут разобраться опытные продавцы-консультанты. Адреса магазинов. Улица Курмангазы, 69 в районе Центрального рынка и Сарамадатова, 10 дробь 1. В Уральске банк «Хоум Кредит» определил победителей улетной акции. Путевку в солнечный Египет завоевал житель Жангалы Талабдаулит Калиев. Теперь он отправится на берега Красного моря вместе с супругой. Условия улетной акции очень просты. Для участия в ней необходимо в период с 1 ноября по 31 декабря стать клиентом банка «Хоум Кредит» по всему Казахстану, оформив кредит, кредитную карту, рассрочку или став пользователем мобильного банкинга. На сегодняшний день известны имена уже 60 победителей, а всего в страну пирамид отправится 80 счастливчиков со всего Казахстана, которые проведут незабываемые 7 дней в пятизвездочном отеле в Египте. В Уральске путевку получила семья Талабдаулит Калиева. 32-летний мужчина работает водителем в Аксайе. В банке он оформил новую резину для своего автомобиля и оказался в числе победителей. Уже в начале 2019 года он отправится в жаркое путешествие в страну пирамид, сфинксов, истории и незабываемых впечатлений. Мне позвонили с банка «Хоум Кредит» менеджера. Они мне говорили, что я выиграл путевку на Египет. Я сам даже не ожидал в этот момент, но сегодня вот это выручение очень даже приятно. Банк «Хоум Кредит» работает в Казахстане, начиная с 2005 года. Организаторы акции отметили, что каждый будний день определяются по два победителя при помощи генератора случайных чисел. Впервые за историю работы «Хоум Кредит Банка» в Казахстане мы разыгрываем именно в таких вот больших масштабах акцию, которая называется улетная акция. Разыгрываем целый самолет, потому что мы считаем, что наши клиенты достойны лучшей жизни. Наши победители отправятся целым самолетом в солнечную страну Египет, на берега Красного моря. Будут отдыхать там целую неделю. По программе «Все включено». Тем временем мы напоминаем, что розыгрыш незабываемого путешествия продлится до 31 декабря включительно. Если вы еще не успели стать клиентом банка «Хоум Кредит» и не стали обладателем путевки на двоих в Египет, у вас есть все шансы на это. Оформите кредит, расстрочку или кредитную карту, установите мобильное приложение банка и верьте в удачу. Возможно, именно вы проведете самые незабываемые 7 дней 2019 года вместе с банком «Хоум Кредит» на берегу Красного моря. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. С вами была информационная служба новостей телеканала ТДК42. Мы всегда рядом. Генеральный партнер информационных новостей – компания «Ибипек Авто». Компания «Ибипек Авто» предлагает уникальную программу по обмену вашего автомобиля, на новый. Трейд-ин – это удобно. Оценка вашего автомобиля производится бесплатно. На обмен принимаются любые автомобили, независимо от года выпуска, марки и модели. При обмене вы получите скидку на новый автомобиль до полутора миллиона тенге. Скидка зависит от выбранной марки и модели. Подробности по телефону 2200. Спонсор прогноза погоды – магазин «Дом жалюзи». «Дом жалюзи» – мы создаем красоту вашим окнам. Наш адрес – город Уральск, проспект Евразия, 87 напротив горвоенкомата. Телефон 26 94 42. Спонсор прогноза погоды – магазин «Дом жалюзи». «Дом жалюзи» – мы создаем красоту вашим окнам. Наш адрес – город Уральск, проспект Евразия, 87 напротив горвоенкомата. Телефон 26 94 42.